Кем ты хочешь стать, Форест? А разве я не могу быть самим собой? Форест Гамп Вместо предисловия Твоя дорога, только твоя У меня растут года, будет мне семнадцать Где работать мне тогда? Чем заниматься? Владимир Маяковский Ой, какой же это жестокий-то вопрос Вот этот вот, где работать мне тогда? Чем заниматься? Этим вопросом достают ребенка Прямо с детского сада Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? А уже ближе к выпускному Человек, ну, просто обязан Выбрать себе дело в жизни Раз и навсегда, да? По крайней мере, мое вот поколение Вырастало именно на таких установках А что может решить человек Вообще не знающий жизнь? Что с ним будет, если на него упадет, например, Китайское проклятие Чтоб тебе жить в эпоху перемен И если он однажды поступил и окончил инженерный вуз То никогда-никогда не стать ему уже Ни артистом, ни историком, ни хозяином гостиницы Так что ли? И сколько у нас есть попыток в этом квесте Под названием «Найди дело своей жизни» Да кто это знает вообще? Вот, например, я Я училась в математическом классе При этом мечтала стать режиссером Но знала, что это невозможно Тогда бытовало мнение, что в театральное Поступают только дети великих деятелей искусств Мне, например, нравилась профессия тренера Спортивного тренера Я неплохо занималась фехтованием Но я была уверена, что точно совершенно не смогу сдать Спортивные экзамены в институт физкультуры Я любила общаться с людьми и читать книги И, возможно, мне подошла бы профессия учителя Но представить себе педсовет, оценки И одну и ту же программу каждый год По одному и тому же предмету я совершенно не могла Что же мне оставалось? Может быть, журналист? Кстати, бабушкина сестра, журналистка Грустно смотрела на меня и объясняла Насколько непроста и зависима эта профессия в Советском Союзе А я жила еще в Советском Союзе Все говорили, что у меня просто талант Но мой талант быть хорошим человеком И, конечно же, они все сразу добавляли Ну, Таня, ты же понимаешь, что хороший человек — это не профессия Ну, и что же делать-то тогда? Кем мне быть? Куда идти? Помните, как Алиса в «Стране чудес» спрашивала у чеширского кота Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? Да мне все равно, — сказала Алиса Ну, тогда все равно, куда идти Куда-нибудь да попадешь, — ответил кот Поэтому я поступила в институт стали и сплавов Логично, правда? Что, нет? Нет, вам непонятна логика, а я вам ее поясню сейчас У меня был целый список пунктов, критериев для выбора Ну, во-первых, если все равно, куда идти, так почему бы не продолжать семейную традицию? Мама тогда работала у меня в сфере порошковой металлургии И я фактически выросла у нее в кабинете Меня все знали и уже даже приготовили мне отдельный стол Он ждал, когда я получу диплом Ну, кстати, к столу прилагалась весьма неплохая по тем временам зарплата Важная, между прочим, для 1989 года штука Ну и для любых времен Во-вторых, в институте была отличная команда КВН Там был клуб авторской песни, там была газета То есть была возможность заниматься творчеством в свободное от основной учебы время Ну и еще, что важно было для московской 17-летней дылды Ну, давайте, предположите, что правильно Чтобы была хорошая материально-техническая база Чтобы было близко ездить И чтобы было побольше мальчиков Ну вот, теперь логично, конечно И, в общем-то, у меня почти получилось На младших курсах я постоянно находила компромисс Между не очень интересной учебой, но очень увлекательной общественной жизнью Правда, рано или поздно профессиональные предметы Стали забирать все больше и больше времени и жизненных сил И вот, представьте, я учусь на третьем курсе Я еду домой после седьмой пары То есть примерно около шести часов вечера Три часа я чертила схему гидрометаллургического производства Не, вам, наверное, не надо знать, что это такое Но примерно из восьми ватманских листов Я начертила всего три и уже была сытая темпо горло Голова у меня слегка кружится Руки покрыты до локтя какой-то коросты Врачи говорят, а, это, наверное, аллергия на химикаты А я что? А я еду домой И грущу от того, что пропустила уже четвертое занятие в клубе авторской песни А КВНовская команда в этом сезоне играет без меня Потому что учеба заняла абсолютно всю мою жизнь